Композиция и сюжет постановки идеально подходят для реалий современного бытия. В пьесе всего два героя – муж и жена. Именно так, без имен, без лишней суеты. История сосуществования двоих, банальная и ничем не отличающаяся от жизни большинства. Все так же, как у всех. Однушка где-то на окраине Москвы. Он и она уже не молоды. 20 лет совместной жизни и недомолвки притушили пламя любви. А слой взаимного недопонимания тяжелым монолитом лежит на их плечах. И справиться с этим грузом, казалось бы, им уже не под силом. Проблема непонятности и потерянности так близка и знакома человеческой природе. Я на тебя не обижаюсь. Я на тебя уже даже не обижаюсь и переделывать я тебя тоже не собираю. Я просто ухожу. Впервые эта пьеса была поставлена режиссером театра «Пирамида» Натальей Курбатовой 16 лет назад. А на суд зрителя не представлялось уже 10 лет. И вот, наконец, Наталья Вениаминовна нашла в себе силы на новый рывок. «Пизанская башня» – это очень честный в плане соответствия содержания и формата спектакль. Он как символ рухнувшего семейного счастья, которое из последних сил по осколкам собирают герою постановки. Крики, ссоры, расставания и апогей душевной агонии со словами «Езжай в пизу». А еще невероятная потребность любить и быть любимым. Сюжет, который близок каждому. Ну, он просто немножко задремал. Ну, что он по-твоему специально, что ли, задремал. Все, все, все. Я собираюсь, все. Зал историка Кривического музея, где прошла постановка, прекрасно передавал атмосферу квартиры. Быть семейной пары, будничные заботы и нарастающие напряжения. Непосредственная близость сценической площадки со зрительным залом создавала полное ощущение участия. Редкие комичные моменты не сбивались верной идеей. Семейное счастье – единственная форма существования, бороться за которое нужно обоим и до конца. Полтора часа антрепризы пролетели незаметно. Если вы хотите быть с человеком, то сделайте все, чтобы было ему хорошо. Своей стороны он будет делать то же самое. Никаких конфликтов, все нормально. Легко идем на сексуальный контакт. Легко предаем. Легко. Измена сегодня. Она проста. Мы размениваем на то, на что желательно было бы все-таки посмотреть немножко другим взглядом. Постановка стала глотком свежего воздуха в культурной жизни города. Театр – это тот вид искусства, который должен быть близок и доступен каждому. И Десногорск в этом не исключение. Дальнейшие планы на судьбу пирамиды пока неизвестны. Однако человеческим страстям есть место как в повседневности, так и на подмостках. Но лучше, чтобы они кипели только на сцене. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.